Здравствуйте! Приветствую всех на своем канале! И в этом видео я хочу вам показать свой неожиданный, спонтанный заказ, который я делала как-то потому, что мне нужен был один продукт, и ради этого я решила сделать по каталогу Avon номер 2 2018. Напомню, что меня зовут Елена, и мой канал называется Sobsni. Я поделюсь с вами всем, что у меня есть. Это будет уже последний заказ Avon в этом году, потому что по третьему каталогу я пока, скорее всего, в этом году уже делать заказ не буду. Если буду, то буду делать следующим. Но пока под вопросом, будет он у меня или нет, скорее всего, я даже не буду делать заказ. Но этот заказ меня, конечно же, порадовал той вещью, которую я хотела именно себе, и еще взяла кое-что на подарки. В любом случае, я сейчас вам все покажу, расскажу, поделюсь своим мнением. Если вам интересно такого рода видео, то оставайтесь со мной всем. Желаю приятного просмотра. Так у меня получилось, что у меня разрядилась сегодня камера, и я считаю, нужно вам сказать, что хотелось в предневном свете сегодня. Но по этой технической причине, еще потому что я делала маникюр, я снимаю сегодня при электрическом свете. Но в этот раз у меня нет продуктов декоративной косметики, кроме одного, но думаю, что будет цвет более-менее верно передан того продукта. Поэтому я надеюсь на ваше понимание, поддержку, и давайте начнем мой рассказ про этот заказик. Не так много всего, но что-то есть интересное. Начнем мы с ухода. Захотелось мне попробовать неожиданно, у меня заканчивается от Невея. Я уже один раз попробовала вот эту вот очищающую мицеллярную воду, очищение нутроэффект серии. У меня сейчас пенка из этой серии, и мне она понравилась. 200 мл. Мицеллярную воду я пока попробовала один раз. Мне показалось, что она смывает косметику на четверку. То есть тональный крем хорошо смывает, тушь немножко посложнее. То есть не с первого раза, но как-то нужно будет ее стараться смыть. У меня сейчас еще здесь есть накладная, и я, естественно, по ней буду читать и вам говорить. Цена была 175 рублей, 26 970 артикул. Мне, естественно, как консультанту вышло со скидкой и того дешевле. Здесь удобный такой дозатор, как в тонике. Нужное количество воды берется. Заявлено для всех типов кожи. В общем и целом, буду пробовать это средство дальше. Более подробно вам расскажу в пустых баночках. Кроме этого, я решила попробовать, очень давно хотела попробовать тоник, родниковая вода и чистотел серии Naturals. Я вообще ничего не брала, побаивалась из этой серии. Здесь всего лишь 100 мл. И написано, что содержит натуральные экстракты. Ну, как-то я здесь почитала состав. Я ничего особо тут не увидела натурального, кроме последнего самого компонента, экстракт чистотела большого. Остальное все, по-моему, это все химическое идет. Ну, еще есть кастровое масло здесь, кстати говоря, в составе. Ну, и остальное все как обычно. По поводу этого тоника. Цена его была средняя, по-моему, в каком-то каталоге он будет дешевле. Сейчас я вам скажу, сколько он стоил. 99 рублей. И со скидкой мне вышел за 76 рублей. Но это, в принципе, недорого. Но и объем небольшой. Аромат очень приятный, такой травянистый сегодня. Один раз я этим тоником воспользовалась. Могу сказать, что впечатление оставил после себя этот тоник хороший. Кожа мягкая, увлажненная, но при этом не средняя липкость. Поэтому буду дальше тестировать. И тоже более подробно расскажу вам в пустых баночках о данном продукте. Так как я с ними, с обоими этими продуктами знакомлюсь первый раз, то я делюсь своими первыми впечатлениями. Что не могу сказать об уходе. А для ухода я взяла либо себе, либо на подарок, я еще пока не знаю, гель для душа. Уже мне не хватало для заказа. Для минимальной суммы я уже решила там взять его. Это крем-гель для душа Сенсос Кремовая Фантазия. 89 рублей была цена его. И артикул был 69075. Вот такой вот кремовый гель. Мне показалось, что у меня как-то был такой кремовый гель. У него изменилась консистенция. Точнее, даже не консистенция. Консистенция такая же осталась. Классная, густая, хорошая. Но изменился у него цвет. Был такой вот ближе к такому оранжевому. А сейчас он такой молочный, как будто разбавленный стал. В аромате я тоже почувствовала разницу. Какой-то такой появился с кофейной ноткой. И тот больше был такой карамельный запах. Немножко он изменился по своему составу. Заявлено здесь карамель и миндаль. Увлажняющий крем-гель для душа. Был у меня такой. Мне он нравился. Но немножко формула его изменена. Имейте в виду, если кто-то хочет такой себе брать. И думает, что такой же, как раньше. То практически такой же, но цвет другой. Хорошие гели, прекрасно пенятся. Не вызывают у меня аллергии, раздражения. И я тогда дарила, разыгрывала в конкурсе. То я думаю, что там тоже этот гель понравился. В тот раз у меня был шоколад. У меня, кстати, сейчас в использовании тоже шоколад. Следующее, что я вам покажу, это то, что я взяла уже повторно. Не первый раз я беру. Но как-то мнение у меня было непонятно какое. Поэтому я решила повторить эти два продукта. Сегодня маникюр я ими воспользовалась. Там была хорошая акция. Можно было брать два продукта по выгодной цене. Я и воспользовалась. У меня довольно много лаков. И я решила взять топовое покрытие. Два, по-моему, было 225 рублей. Я взяла одно себе покрытие, его ставлю. А второе на подарок. Вот в такой коробочке в черный приходит. Это марк теперь с такой белой крышечкой. Не скажу, что как-то он продлевает стойкость. Этот продукт у меня уже был. Но довольно быстро ногти высыхают с данным покрытием. Вот у меня буквально один ноготь тут запузырился. Остальные вроде бы нет. Видимо, все-таки нужно наносить, когда пройдет какое-то время после того, как вы покрыли декоративным лаком. Также я еще сегодня это покрытие попробовала в качестве просто базы под маникюр. Там я посмотрю тоже, как оно будет. Будет ли оставаться цвет. Вот у меня, в данном случае, красный. Или, кстати говоря, вот этот красный лак у меня тоже от Avon. Я сегодня сделала маникюр. Или же будет все хорошо. Может быть, можно будет его использовать так и так. 86 928 артикул. И цена 225 за 2 штучки. За каждую 112 рублей мне вообще вышло и того дешевле. Праздник там, да, ожидается 14 февраля. И там был вот такой вот милый брелочек. Уже у Светика я видела. Лана, Светлана, привет тебе, если смотришь меня. И я решила себе тоже взять такой брелок. Очень он красивый. Я его уже сегодня повесила на сумку. И главное, что он еще и практичный. Это не просто какой-то брелок. Он имеет определенный смысл. А точнее, это брелок для ключей с подсветкой. Иногда нужно, например, вот я сейчас пойду вечером, нужно что-то подсветить. И на сумке, мне кажется, это очень удобно именно. Не на ключах специальных доставать, им извинеть. Артикул этого брелка 16 147. Цена была всего лишь 89 рублей. Мне он вышел вообще за 75 рублей. Вот такое вот сердечко. И вот нажимать нужно на кончик. Получается вот такая вот довольно яркая. У меня муж посмотрел, сказал, яркая подсветка. Только я не знаю, наверное, как-то можно здесь будет поменять эту лампочку. Но здесь еще вот есть такие надписи. Но абсолютных в темноте, если честно, не видно. Когда у меня брелок висит на сумке, его можно вот к ключам, да, вот с помощью вот такого карабинчика. С помощью вот такого можно, например, прикрепить к сумке, что я и сделала. Вот, их здесь имеется два варианта. Понравилась мне эта штучка. Такой приятный нежно-розовый цвет. И еще к тому же это фонарик. Такого же цвета я заказала себе повторно. Вот коробочка от водички. Водичку. Мне часто делали комплименты коллеге на работе. И многим нравилась эта вода. Эта вода из серии Today, Tomorrow Always пришла, точнее заслудированная. И я не знаю, пока буду я ее открывать сейчас или нет. У меня сейчас есть другие ароматы. Я думаю, пока она у меня постоит в запасах. Здесь 30 мл. Там заявлено нотки цитруса, по-моему, и жасмина. Мне эта водичка очень нравилась. И была хорошая цена. Именно за нее я и делала свой заказ. Вода эта стоила всего лишь 549 рублей. И мне она вышла и того дешевле за 467 рублей. Что вообще недорого. Потому что часто она стоит дороже. Но при этом объем, конечно, небольшой. 30 мл. Но это парфюмерная вода. Хватает ее надолго. Держится она с утра и до вечера. 46.083. Ее артикул. Советую вам ее к покупке. Знаю, что она многим нравится. Эта вода, если вы хотите знать мое мнение, она не сладкая. Она такая цитрусово-цветочная, терпкая. Аромат насыщенный, стойкий, приятный. И он очень многим у меня, коллегам по работе, нравится. То есть, можно сказать, что он не приторный. Что не могу сказать о других водичках, которые я нахожу приторными. Но я их себе заказала. И, к сожалению, вам уже не покажу. Сегодня на работе подарила двум коллегам по работе. Эта водичка была парфюмерная Avon Lact. Для нее 50 мл и 10 мл. Там был такой набор. Это было в фокусе. Стоил набор 619 рублей. Я думаю, что за две воды это недорого. Эта вода 50 мл, та, которая лак была, приходила в слюде. И которая 10 мл приходила, не слюдированная вода. 10 мл подарила одной коллеге. И 50 мл в слюде. Я думаю, что очень приятно получить такой подарок. Я подарила другу коллеге по работе. Поэтому я сейчас вам их не покажу. Но думаю, что там люди останутся тоже очень довольны. И один продукт декоративной косметики я решила попробовать для бровей. У меня, по-моему, как-то были цены для бровей. Но я не осталась от них в восторге. Потому что они очень подходили мне по оттенку. Сейчас я крашу такой красноватый цвет. И я смотрела видео. Нужно как-то краситься такими какими-то карандашами или тенями для бровей. Не коричневыми. Или помадками. Но я выбрала себе тени для бровей от Mark. И в этом каталоге была неплохая цена. Но бывает, конечно, может быть и лучше. Двойной набор для бровей Auburn. Если я правильно читаю, я могу ошибаться. 22,119 в любом случае артикулу цена была 265 рублей. Но мне вышло всего лишь за 205 рублей. Вот такая вот коробочка Mark беленькая. Но за 200 рублей, я считаю, это очень хороший набор. В котором есть... Сейчас вам покажу, что здесь имеется. Зеркало стандартное, которое есть. Но оно, к сожалению, только наполовину открывается здесь. Имеется вот такая кисточка, которую я сегодня и воспользовалась. Кстати говоря, на бровях у меня сегодня именно эти тени для бровей. Одной стороной кисточки я наношу тени для бровей. И другой кисточкой воск, вот этот, которым я закрепляю. Я выбрала себе оттенок второй по светлому. То есть самый светлый, потом идет этот, и потом идут два потемнее. Оттенок такой ореха, наверное, какого-то. Я очень люблю карандаши такого цвета. Такой вот с какой-то сереньким получается. Коричнево-серый, охристый цвет. Очень он приятный, красивый. Он немножко светлее, чем мои брови. Я об этом знаю. И смотрится довольно естественно. Особенно он, наверное, хорошо подойдет блондинкам. И блондинкам, у которых такой цвет может быть более в теплый, уходящий. Но и с холодным цветом, я думаю, тоже будет смотреться волос. Блондинкам неплохо. Также с ржеволосым, красноволосым девушкам. Я думаю, что подойдет. В общем, этот набор классный. Я могу его посоветовать. Но я его попробую еще использовать вместе в тандеме с карандашом для бровей. И перешли мы с вами к пробничкам. Я заказывала два пробника. Покажу вам небольшую вот эту вот печатную продукцию. Здесь про президентский клуб написали, что он, наверное, снова будет действовать. Но тут надо почитать. Такая вот мне брошюрка пришла. Пришло мне два третьих каталога. Я один из них планирую подарить. Пришел мне фокус. Если честно, фокус интересный. И если бы я делала заказ, я бы, наверное, много чего набрала. Но давайте я вам кратко покажу, что, например, что интересненького появляется. Появляется здесь новинка аромата. Вот этот вот и Мари Фэнтези. Так вот выглядит. Появляется подводка за 149 рублей в баночке. Но я не очень любитель именно в баночке подводки. Мне удобнее с обычной работать, чтобы потом не мыть кисточку. Также появляется маска для лица. Да, новинка такая, сплэш-уход. Очень интересный заряд энергии. Но я понимаю, что это что-то наподобие тоника. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Но тут много всего написано. Что-то такое, что будет действовать быстро. Может быть, что-то вместо сыворотки. Вот такие вот новиночки. Это именно тубы заряд энергии серии, которая 2535+. Мне она нравится. Если бы я взяла заказ, тоже взяла бы себе, наверное, ночной крем. Здесь также появляется новинка очищающая средства для женской интимной гигиены с соком, алоэ, экстрактом, ромашки. 39 рублей всего лишь. Это за 100 мл. То есть, не такая уж и маленькая. Интересные ещё наборы тут будут. Но мне это не так интересно. Интересно женская туника, женские брюки. Но я одежду пока не буду брать. И колье. И на последней страничке интересно, что вот эта новинка, которой, по-моему, никогда раньше не было. Масло кокоса восстановление серии. Сырякия. Это всё ждёт всех представителей в третьем каталоге, а клиентов в четвёртом каталоге. Потому что это новинки следующей компании. Пришла распродажа. Ну и покажу вам, давайте кратко, эти два аромата. Я не буду вам зачитывать их ноты. Приходят эти ароматы в виде таких спрейчиков небольших. Аромат Ив Алюринг или Ева. Да, кто как говорит. Это ароматы от Евы Мендес. Два. Один в таком фиолетовом оформлении. И в такой, в таком жёлтеньком оформлении. Ев Конфиденс. Я не могу ничего сказать. Вообще, там нужно разбирать, конечно, подробно ноты. Но я пыталась, наносила их вот уже два дня, как я получила заказ. Вот у меня, смотрите, сколько осталось этого спрея. Мне кажется, что этот спрей абсолютно не стойкий. Я сейчас, конечно, ещё раз нанесу, вспомню. Но аромат этот с такой ноткой приторности, которую я тоже чувствую, например, в аромате лак. Поэтому я его себе не беру. Нотка эта довольно стойкая, типичная для Эйва. И она держится какое-то определённое время. Когда аромат вот этот жёлтенький раскрывается, который Конфиденс, мне он нравится больше, чем сиреневый. Конечно, удобно, что это в виде спрея. Можно взять с собой, например, на работу, как я делала, попробовать, потестировать. Но через примерно час этот аромат я вообще на себе не ощущаю. Вообще никак. Поэтому новинки вот эти вот пройдут мимо меня. У меня много других ароматов, которые я хочу закончить, некоторые какими-то попользоваться. Поэтому я брать не буду. По поводу Евы Алюринг, да, вот этот фиолетовый. Я им поменьше попользовалась. Тут видно, у меня ещё к половине не подошло дело. Ещё его попробую, потестирую. Но для меня это первая нота спирта. Ну, наверное, как и для многих. Когда они рассеиваются, тоже вот это какая-то нотка сладости. И какие-то цветочные, что ли, нотки. Может, аромат какой-то более вечерний. Вот этот вот, который Алюринг, да, он, по-моему, таким и заявлен. Тяжёлый аромат на любителя. Мне этот аромат не подошёл. Я, конечно, прошу прощения у тех, кому эти ароматы нравятся. Я выражаю на своём канале, именно на своём своём мнении. Естественно, оно может отличаться от вашего мнения. Но именно мне эти ароматы не нравятся. А ещё мне вот этот вот Алюринг, который внешним видом напомнил аромат Прима. Он довольно такой тоже тяжёлый какой-то, с такой ноткой. Непонятный, да, такой для меня, ну, несвойственный. То есть, какой-то такой ретро, да, ноткой. И здесь флакон тоже очень похож. Так же, как и сам аромат. Только, например, в Приме, там, если была роза, здесь, например, какой-то другой цветок я чувствую. Тоже очень тяжёлый. Может быть, этот аромат я для себя лично отнесу квадратным ароматом. Я бы, наверное, сказал, что этот аромат, ну, даже не 30, не 40+. Вот. Больше ничего сказать по данному поводу не могу. По поводу их стойкости я уже сказала, что именно эти пробники не стойкие. Это, конечно, может тоже не совпадать с обычной версией. Но они меня не впечатлили. Поэтому себе я брать полноразмерный флакон не буду. А вы, конечно, решайте сами. Но советую всё-таки попробовать взять пробники. И когда эти ароматы раскрываются, вот здесь также остаётся вот эта сладкая нотка. А здесь аромат раскрывается для меня какой-то тяжестью. Не приторностью, а какой-то вот цветочной такой удушливой нотой. Я, конечно, не знаю, может быть, эти ароматы будут по-другому раскрываться на улице. Но, если честно, я даже на улице их пробовала. И мне они не подошли, к сожалению. Вот такое вот у меня мнение. Весь заказ у меня был сделан себе. Вот из-за водички Амор и этих водичек лака, которые я подарила своим коллегам. Надеюсь, что вам это видео было чем-то интересно, полезно. Уже скоро будут праздники. Осталось буквально несколько дней, считанные часы. Скоро наступит новый долгожданный всеми любимый 2018 год. Это был мой последний заказ в 2017 году. Отличного настроения, счастья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok